По меньшей мере 15 человек погибли, около 10 ранены при взрыве в мечети города Абхан на юго-западе Саудовской Аравии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». По сообщениям, взрыв был организован террористом-смертником. Для нападения он выбрал мечеть, активно посещаемую местными служащими сил особого назначения. Они-то главным образом и пострадали в теракте. За три последних месяца это уже третий теракт в мечетях на территории страны. Хорватия ищет пути спасения своего гражданина, попавшего в заложники к египетской ячейке группировки «Исламское государство». В Каире этим вопросом лично займется хорватский премьер Весна Пусич. Накануне через видеообращение в интернете боевики ИГИЛ пообещали убить заложника в течение двух суток, если египетское правительство не выполнит их условий. Количество пострадавших при взрыве заминированного автомобиля в Кабуле приближается к 200, передает телеканал Толу Ньюз. О количестве жертв также поступают противоречивые данные, передает РИА Новости. Агентство Reuters сообщило о 15 погибших, другие СМИ сообщают о 7-8 жертвах взрыва. Взрыв произошел в квартале Шах-Шахид на востоке афганской столицы, а целью теракта, предположительно, был один из объектов афганского Минобороны. Взрыв сильно повредил несколько зданий, под обломками которых могут оставаться люди. Суэцкий канал празднует свое третье рождение. В четверг было торжественно открыто параллельное русло водной артерии, соединяющей воды Средиземного и Красного морей. В третий раз в истории судоходства открыла круизная яхта «Аль-Махруса». На ее борту первое путешествие по новой водной артерии совершили президент Египта Абдель-Фатах Ассиси и члены правительства. Около 400 мигрантов, спасенных в Сицилийском проливе, доставлены в порт Палермо. Судно с нелегалами перевернулось примерно в 30 километрах от Ливийского берега почти сразу после отплытия. На борту находились, по предварительным данным, порядка 700 беженцев, в основном из стран Африки. 25 тел погибших были извлечены из воды, более 200 считаются пропавшими без вести. Отец Михаила Ходорковского побывал в четверг на допросе в Следственном комитете России в рамках дела об убийстве мэра Нефтьюганска Владимира Петухова. 82-летний Борис Ходорковский провел в здании Следственного комитета три часа, однако на большинство вопросов, заданных следователем, отказался отвечать. Адвокаты сообщили, что допрос проходил в корректной форме. О событиях в стране. Кастак сообщает, среди пострадавших в ДТП в Турции есть граждане Казахстана. По данным казахстанского консульства, всего в автобусе находились 38 граждан, из них семеро казахстанцев, пятеро граждан Литвы и 26 России. Всех пассажиров развезли по девяти медицинским учреждениям города Денизли. Как сообщают российские СМИ, туристический автобус, следовавший из Памуккале в Анталию, попал в ДТП на юго-западе Турции. Незадолго до аварии прошел дождь, дорога была скользкой, водитель не справился с управлением. По предварительной информации, погибли четыре человека, все они являются гражданами России. Кастак сообщает, при получении взятки в 1,8 миллионов тенге за получение незаконных субсидий задержаны два сотрудника Акимата Толгарского района Алматинской области. Между тем, по итогам полугодия областной прокуратурой выявлены факты незаконной выдачи субсидий практически во всех районах области. В надзорном органе отметили, что указанные факты нарушений совершаются при прямом попустительстве, а порой и при участии должностных лиц местных исполнительных органов. 16-летний охранник букмекерской конторы Вактау едва не стал жертвой преступления. В прокуратуре отметили, что экономия букмекерских контор на охране – одно из множества нарушений законодательства, допускающихся их владельцами. Так, прокурорской проверкой было установлено, что из почти 100 букмекерских контор, лишь у 40 имеются все необходимые документы. Между тем, у ряда заведений отсутствует лицензия на ведение подобного вида деятельности. Также допускаются системные нарушения налогового, трудового и горного законодательств. Букмекерские конторы часто становятся объектами наживы для злоумышленников, а их клиентами – подростки. Мактюбинские суди поднимают тему неисполнения судебных актов по уголовным делам. Представители Фемиды предлагают свои пути решения этой проблемы. Например, обязать осужденных работать. Пока же, как говорят судьи, они зачастую сталкиваются с такой ситуацией, когда вынесенный о взыскании документ просто возвращают без исполнения в суд. Главной причиной, как правило, называется отсутствие имущества осужденных. Причем неисполненными остаются даже небольшие суммы. Особое внимание суди обращают на дела по наркотикам. По их мнению, органы следствия не всегда делают все возможное, чтобы обеспечить исполнение исков о возмещении материального ущерба. В городском Акимате состоялась встреча депутата Мужелесопарламента Республики Казахстан Куралай Каракен с актюбинскими предпринимателями. Встреча организована с целью ознакомления бизнесменов с изменениями в законодательной сфере, разъяснения основных положений, принятых за минувший год законов, а также подведения итогов работы правительства в направлении поддержки малого и среднего бизнеса. В ходе встречи собравшиеся могли задать свои вопросы депутату и получить рекомендации по всем направлениям своей деятельности. 155 обращений бизнесменов рассмотрели в первом полугодии представители Палаты предпринимателей Актюбинской области. Большая часть вопросов решена положительно. Представители МСБ жалуются на деятельность структурных подразделений исполнительных органов в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Значительный процент обращений также касается вопросов налогообложения, тендеров и госзакупа. В Палате привели пример, когда при их содействии были защищены интересы компании Батасмунай на сумму свыше 742 миллионов тенге. Причем вопрос предприятия рассматривался даже в Верховном суде. Отметили в РПП и совместную работу с органами прокуратуры по защите прав предпринимателей. В результате общих усилий защищены имущественные права бизнесменов на сумму более 94 миллионов тенге. И это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами.